На оккупированной территории без вести пропала украинская журналистка. Украинская журналистка-фрилансер 26-летняя Виктория Рощина пропала без вести на оккупированной территории. СБУ подтвердило, что ее захватили россияне, об этом сообщает РБК «Украина», проект «Эстейлер», с ссылкой на публикацию Международного фонда поддержки женщин в СМИ, IWMF, что известно об исчезновении журналистки. Рощина исчезла 3 августа 2023 года с оккупированной Россией территории, откуда вела репортаж. С тех пор о ней ничего не было слышно. Журналистка с начала российского вторжения в Украину публиковала материалы в независимых СМИ. За свою журналистскую карьеру она освещала сложные темы, в частности преступность, суды и права человека, свободная независимая журналистика важна для информирования мировой общественности о реалиях войны России против Украины. Мы просим наших коллег в сфере прав человека и свободы прессы присоединиться к нашему требованию предоставить информацию о местонахождении Рощины и поддержать журналистов, которые продолжают освещать правду в условиях российского вторжения, призывают в фонде, добавим, что Виктория является лауреатом премии «Мужность у журналистицы» 2022 года. Она сотрудничала с «Укранкою правдою», «Громачким» и «Радоя вельна Европа», по словам отца Рощиной, служба безопасности Украины подтвердила ему, что Викторию захватили россияне. Также служба отметила, что она может быть в российской тюрьме, просто еще не идентифицирована, в прошлом году журналистку уже удерживали оккупанты. В марте 2022 года Рощину захватили российские военные и держали 10 дней в Бердянске, после первого плена я просил ее остановиться. Говорил, Вика, я буду платить тебе зарплату, только, пожалуйста, не иди на фронт, но она была тверда, неустанно, она не могла прекратить освещать для своих читателей новости этой войны из оккупированных территорий. Для моей дочери журналистика – самая важная вещь в жизни, она очень отдана своей профессии, рассказал Владимир Рощин, The Daily Beast. Ранее мы писали о том, как подать обращение в МВД о поиске пропавших без вести. Читайте также о том, с чего начать поиск пропавших без вести родственников.